Приветствую вас, мой ответ вам не придётся читать, мой ответ вы будете слушать, я надеюсь. Вот, поэтому тут хочется верить, вам будет несколько легче и проще. Значит, ну что, я могу сказать по вашему тексту. В принципе, проблемы всё об одном, да, то есть вам страшно читать письма. Вот, сразу за это напряжение, вот. Ну, об этом я, пожалуй, скажу чуть позже, а пока начну с вашего очень интригующего и интересного описания ситуации. Прежде чем перейти к её, скажем так, разбору, анализу, мне бы хотелось спросить. Вот, пишите вы вопросы, боюсь открывать почту. А? Зачем вы описываете вот эту всю историю, что вы мама сына четвероклассников, что вы выбираете родительский комитет, что вы там как-то работаете с людьми, что и так далее, и так далее, и так далее. Зачем? Зачем вы это написали? Зачем вы это написали? Погрузить ситуацию? Да нет. Я не, нет, конечно, это дало мне информацию о вас. Но, я бы хотел узнать, почему вы это написали. Зачем? Ведь к вопросу про то, что вы боитесь открывать письма, это всё не относится. Первая половина текста, точнее даже, наверное, большая часть вашего текста не относится к этому. Ну, то есть тут, как бы, конечно, можно спорить на эту тему, но, тем не менее. Вот, для чего? Это первое. Второе. Вы пишите, я мама сына, в начале года мы выбирали родительский комитет, значит, никто не хотел им быть. Я, впрочем говоря, уже давно хотела, но не хотела сама себя предлагать. Итак, вы хотели быть, значит, в родительском комитете. Зачем? Я давно все другие начнут меня упраживать, я смогу вести работу в классе по моим правилам, потому что люди меня сами хотели. Вот видите, какая история. Вы как будто бы, знаете, вот, вы здесь пишите, да, что я ждала, что другие начнут меня упраживать, и тогда я смогу вести работу в классе по своим правилам. Но ведь, если бы, если бы вы предложили свою кандидатуру и доказали бы своей работой, что она эффективна, то вы и так могли бы вести по правилам. То есть, такое ощущение, что вы боитесь соперничества, вы боитесь каких-то вот проблем, препятствий, и так далее, и так далее. Никто, да, и хотите внимания. Вам не хватает внимания, не хватает собственной значимости, я полагаю. После полчасового причитания родных родителей, некоторые причитания были особенно глупыми, вроде, кто вообще придумал родительский комитет, кому это нужно, зачем это нужно. Когда уже разговор пошел в это направление, я все же сама вызвал, сходя с видом, что я другим одолжение делаю. Почему так? Почему так? Откуда такое пренебрежение к людям? По какой причине вы говорите, что причитание глупое? Потому что тут явно чувствуется обесценивание других. Но вместе с тем это же обесценивание себя идет. Лизина из прошлогоднего комитета, которая вела собрание, стала еще 10 минут вопрощать, кто еще хочет. Меня это уже в предыдущие годы на собрание раздражало, потому что я знал такие вопрощения в посаду, пускай оплата времени. Вот опять раздражение, неудовлетворение. Откуда это берет начало? Тогда я взяла инициативу на себя и стала каждого по часовой стрелке спрашиваю, как вы к этому подходите, как вы подходите к этому системно. Я бы сказал, что вы стремитесь к полному контролю. Я бы сказал, что вы не выносите выбивания из системы. Я бы сказал, что вам, наверное, нравится спонтанность и... Вот если вам нравится предсказуемость, простите, и вы боитесь спонтанности. Вы боитесь спонтанности, вы ничего не делаете спонтанно. Почему-то мне показалось. Это именно так. То есть я не чувствую у вас, я чувствую у вас только подавленные чувства, подавленное отреагирование, подавленную агрессию я чувствую у вас. Это всё, это всё не ощущение безопасности. Это всё попытки предсказать, что-то попытки предвидеть, чтобы удержать безопасность. Особенно попытки контроля. Вот. Я очень радовался, что я себе выберу одного, который мне кажется подходящим. Он будет, наверное, со мной вместе комитетскую работу делать, но вдруг вызвалась ещё одна родительница добровольная. Вот почему вы радовались, что вы выберете себе одного, который будет... Вы... Опять же, здесь у вас было... Здесь у вас идёт стремление к отсутствию соперничества, к отсутствию борьбы. Возможно, вы боитесь ошибок. Наша работа была организовать разные внеклассные мероприятия, и где нужно школы для... Школы и мероприятия так, чтобы участвовали на других родителей класса. Правда говоря, я бы все эти дела гораздо лучше ладила одна, безоцветки остальных родителей, если только не надо было находиться на нем на нескольких местах. Это исключительно ваше... ваше мнение, и совершенно очевидно, что вам общение даётся тяжело. С людьми, то есть вы такой достаточно... Тяжело идущий, судя по всему, на контакт человек. И очень важно понять, почему так. Из-за чего так. У вас проблемы с репрезентацией себя, у вас проблемы с представлениями о себе, или проблемы с представлениями о людях. Совсем очевидно, что люди вас раздражают, но лишь только потому, что вы раздражаете сами себя. Что вы не принимаете сами себя. Другие люди, это наши зеркала. Вы не можете общаться с другими людьми, потому что вы не можете общаться с собой. Вы не переносите людей, потому что в глубине душа вы не переносите себя. Вы, конечно, это рационализируете и пытаетесь превознести себя над другими, но на самом деле нет. Так, значит, спрашивала, чтобы другие родители тоже чувствовали себя причастными. Интересно зачем. Каждый раз развивалась еще целая куча желающих, хотя мне это была дополнительная работа для всех этих людей, интегрировать в общий план, но в конечном итоге их участие обогащало каждый проект. А вот как вы относитесь к дополнительной работе? В чем это трудно? Ведь вроде родительский комитет, общественная работа. Для чего вообще выбрали родительский комитет? Почему он вам вообще нужен? Во всяком случае мы больше сделали, хоть меня это каждый раз напрягается, им объяснять, мотивировать, хвалить, поощрять и быть эмоционально стабильным, уверенным и социальным, интеллигентным. А почему вот это напрягает? В чем сложно? И хотели бы вы сделать так, чтобы это было не сложно. Для этого нужно работать над собой. Принять себя для начала. Вот. Кроме того, мотивировать, хвалить, поощрять это просто, если у вас есть четкое представление о том, что хорошо, что плохо, есть четкое представление о том, что идет на пользу, что идет фаворит. Как раз, когда я развивал проекты по e-mail, знаете, Анастасия, я, признаться, уже очень давно не видел, как кто-то пишет e-mail так, как вы. Так, мое внимание к деталям высказывает вашу педантичность, придирчивость, перфекционизм, возможно, примение к совершенству, к идеалу, причем мучительное, болезненное. А это значит, у вас есть вера в собственную исключительность. Это значит, что у вас есть ощущение, что вы не такая, как другие, скорее всего. Это значит, что вы превосносите, возможно, себя над другими людьми. Дальше. Так. Я всегда чувствовал нежелание, напряжение и практически паническую атаку перед тем, как я заглянул в их ответы. Я полагаю, что связано это с тем, что ответы людей определяют вас. Они показывают, какая вы, оценивают вас. И вам это страшно, больно, потому что люди, по вашему мнению, отражают реальную вас. Так же, как вы, по вашему мнению, отражаете реальные представления о других людях. Если эту теорию, эту концепцию сменить, к примеру, ну, путем работы. И у вас будет только свое представление о себе, причем адекватно. У меня складывалось такое впечатление, что вы пытаетесь произвести на всех такой образ, что вам все равно, и сама по себе, но в действительности, очень важно для вас общественное мнение. Вот, если этот образ сменить, если эту конструкцию сменить, и у вас будет представление о себе только, причем объективное, а не субъективное, то вам будет, в принципе, абсолютно легко открывать письмо, потому что вы четко будете знать, куда вы идете, что вы делаете и так далее. Но страх открывать письмо связан с тем, что вы хотите. В глубине души остался огонек потребности узнать себя, понять себя. Остался огонек потребности к спонтанности, к творчеству. Понимаете? То, что вы в себе подавляете. Поэтому и боитесь, вы запрещаетесь без себя. Каждый раз я сначала медитирую три дня и три ночи, как я открываю, спокойно перечитываю, перестраиваю на новую информацию, обстоятельствуя на чьи-то эмоции, а потом продвигаю этот проект и все эти людские массы к общему результату. Ну вот здесь идет обесценивание людей, а значит обесценивание себя. В чем сложность перестройки на новую информацию? Не совсем ясно для вас. Как эмоции других людей вас задевают? Равные обстоятельства. Тоже непонятно. Только потом начинаю здорово заглядывать в свой почтовый ящик, начинаю смотреть, сколько есть ответов, потом пугаюсь и закрываю ящик. А что именно вас пугает? На следующий день начинаю потихоньку открывать одно присмотр с другими и так постоянно втягивать в обсуждение с другими. Ну, я полагаю, что вас идет очень сильное и жесткое непонятие себя. По правде говоря, я не испытываю никакого удовольствия от работы с людьми и вообще от общения. Потому что вы не воспринимаете себя. Опять же, не вы не принимаете себя. Нельзя принимать других не принимая себя. У вас явные проблемы с восприятием себя. Плюс, опять же, идея, что вы исключительная и не такая, как все. Правда, непонятно, зачем в таком случае вы выбрали для себя работу в родительском комитете. Для чего? Ведь это общественная работа. А я только наблюдал в прошлые годы за другими мамами, как они все прочитают. Никто не хочет в проектах участвовать, как им все трудно делать. И думал, что себе, что могу организовать так, что целая группа людей сами с того совершили с участвовать в работе. И так я это и сделал. Но когда контакты вспочат, для меня огромный стресс. Отличу, опять же, все это делать. Ой, какая цель? Хотя, например, в лицо МГЛСУ с кем-то разговаривают. У меня не проблема. Мой любимый экзамен был всегда устный. Я лучшие оценки получал за устный экзамен, чем за письменный. Потому что вы подстраиваетесь под других людей. В диалоге вы подстраиваетесь под другого человека. Вы не проявляете в диалоге себя. Что-то, опять же, как бы мимикрия. Адаптация происходит. А вот себя саму вы не проявляете. Поэтому устно вам легче. Итак, я расслал вас сегодня утром очередные письма родителям. Здесь быстрейся. Не хочу открывать почвы. Вредят ветки, дальше физически. Ощущаю напряжение в области плечи. Сплетение. Мое дыхание учащенное. Мышцы спины и шеи напряженные. Я под прессом. Ну вот, я полагаю ваше системное восприятие. Так. Работают. Кстати, солнечное сплетение это область подавления, как раз таки, крика. То есть дыхание. То есть. Полагаю, вам могли заткнуть рот, оборвать вас, перебить. Утно, скажем, поговорить. У меня не вызывает знака, но это выматывает физически. Потому что я не так хорошо принимаю информацию в разговоре. Когда я читаю, я просто смотрю, как вы на странице, и все уже перепередано мне в голову. Ну, здесь, я даже не знаю, здесь вас, может быть, вам как-то к врачу обратиться. Посмотреть, потому что, может, у вас какие-то нарушения, нарушения. Ну, так вот, как психолог, да, я не могу сказать здесь ничего. Вот, я только могу сказать, что вот, если вас выматывает физически, это вначале, что вы напрягаетесь. Напрягается вы для подражания образа, который, по вашему мнению, вы должны репрезентовать другому человеку. Если вы хотите репрезентовать свой образ другому человеку, и вас это напрягает, значит, вы репрезентуете не свой образ, не себя настоящего, а тот, что, по вашему мнению, хочет человека. Это означает, что себя настоящего, опять же, вы не принимаете. Вот. Вы пишите, что я не так хорошо воспринимаю информацию в разговоре. А почему? Что это такое? Вот. А когда я читаю, я просто смотрю какое-то время на странице, и всё уже передано мне в голову. Но здесь, скажу, это ощущение, что у вас очень медленное восприятие, и непонятно, то ли у вас это природное, от темперамента зависит, то ли это, скажем так, защитная реакция от какой-то ненужной, травмирующей вас информации. Что я хочу? Спокойно вести работу с людьми, или может мне лучше вообще нигде не вызываться, и когда этот год закончится, может не моё, это всё, может не моё, всё. Я не очень понял ваши цели. То есть цель какая? Чего вы хотите-то? Спокойно вести работу с другими людьми, чтобы что? А кто вы по специальности? А какое у вас образование? В чем вы занимаетесь? Что вам нравится? Помимо того, что вы мама? Да, сейчас написал вопрос. Каждый раз, когда я буду заглядывать, есть ответы, и всё это за ответы, это вырабатывать, на моём деле, гормоны стресса. Даже когда я сейчас прожду об этом, то я получу ответы и буду в них заглядывать, в моей голове я вижу, как я это делаю, и всё в холодном поту. Ну, я полагаю, что у вас очень сильное непринятие себя, Анастасия. Вот. Это то, что я могу вам сказать совершенно точно. Вот. Что с этим делать? Ну, для начала определиться с целями, потому что мне кажется, что вы довольно, ну, такой, своевольный человек. Вот. Вот. Ааа, мне почему-то, ну, мне почему-то так, вот, показало. Вот. И в целом, в целом, вот я так открыл, открыл ваш профиль. Ну, вот, посмотрел, ааа, у вас много очень, таких, ааа, вопросов, да, я бы сказал, что вам как будто бы не хватает общения, вам как будто бы не хватает, ааа, какого-то, знаете, отреагирования, столь, столь. Ааа, то есть, ну, вам не хватает какого-то вот взаимодействия, да, то есть, у вас очень много текста в, ааа, в ваших вопросах. Вот. Это означает, что вы, вы, эээ, нуждаетесь в, ээээ, любви, по сути. Вот. То есть, то, что вот вы говорите, да, ааа, это всё отражает, отражает, ээээ, ваши поприемности. Понимаете? И с этим нужно работать. Вот. Вот и всё. То есть, как бы, вам начинает индивидуальная терапия. И ваш вопрос, он, он не в том, да? Как бы, что вы спрашиваете. А ваш вопрос, он, как бы, именно, про другое. Вот. Вот так, я полагаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаёте. На этом всё. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Я полагаю, что аудио, аудио час, то есть, разговор устный будет лучше. Вот. Хотя, по опыту, опять же, знаю, что если человек общает себя, письменно много, то устная речь, как правило, человек менее, менее разговорчивый. Вот. Ну, может быть, здесь я и ошибаюсь, может быть, здесь я не прав. Вот. В любом случае, так, Анастасия. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи.